Эти манекены на Новогинске изображают жизнь людей. К каждому прикреплена табличка с информацией о человеке, который ушел из жизни из-за употребления наркотиков. Здесь указаны имя, возраст и причина смерти. Вот, к примеру, история сочинки Светланы. В свои 22 года она отравилась наркотиками, а мечтала стать дизайнером. 25-летняя Марина умерла от передозировки, у нее осталась двухгодовалая дочь. Организаторы предлагали прохожим поддержать акцию «Тебе жить!» сделать селфи на фоне инсталляции. Фото нужно было выложить в любую соцсеть с хэштегом «Тебе жить!». Такая акция, которая обязательно привлекает внимание. И я думаю, об этом надо говорить, чтобы молодежь знала и знала, что это зло. В Сочи, отмечают специалисты, все еще регистрируются случаи смертности по причине наркотиков. Интоксикация, передозировка. И все чаще молодежь гибнет, употребляя современный синтетический наркотик «Спайс». Каждый день, практически каждый день, скорая медицинская помощь доставляет больницы людей с острыми интоксикациями. Это касается, конечно, не только Сочи. В принципе, проблема во всей стране. Но зачастую молодежь не задумывается над последствиями. И хотелось бы вот таким образом, так сказать, красноречиво достучаться до сознания молодых людей, чтобы люди осознавали, как легко потерять самое дорогое, что дается нам эта жизнь. Манекены с черными шарами были установлены от площади флага до поющих фонтанов. Завершил же инсталляцию манекен с белым шаром и пустой табличкой. Все просто. Тебе жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова